Андрей Вадимович, второй день форума подходит к концу. Что скажете, насколько действительно важные вопросы обсуждаются? И насколько, самое главное, заинтересованы в разговорах участники форума? Вы знаете, специфика нашего форума это в том, что те заявления, которые были сделаны на форуме в прошлом году, весь год прорабатывались. И с решениями мы собираемся вновь. И очень живая идет деловая дискуссия о том уже, что сделано, а что еще предстоит сделать. И вот одна из таких площадок, это испытательная инфраструктура. В прошлом году Александр Викторович Мор как раз объявил о том, что коллеги в части создания технологического процесса мы всегда будем доходить до того, когда новое оборудование надо где-то испытывать. И если не задачиться этим вопросом сейчас, то мы будем проходить очень долго этот технологический путь в связи с тем, что в натурных испытаниях, на реальной буровой скважине, это и дорого, и долго, и очередь. В общем, крайне сложно делать испытания, и поэтому нужны полигоны. И сегодняшняя сессия была посвящена тому, что уже сейчас консолидировали информацию о таких распределенных полигонах, частных компаний, которые сегодня существуют в стране, и часть из них недозагружена. Такие полигоны есть и в Тюмени у ряда компаний, которые постоянно проводят испытания и делают эти полигоны только для себя. А кто-то же может делать этот полигон для того, чтобы и всем вместе можно было повышать эффективность работы полигона, и, скажем так, в очереди получать эту услугу. И сегодня мы в очередной раз подтвердили, что мы, как Тюменская область, готовы оказывать необходимую поддержку для создания таких полигонов на территории региона. Наш проект, ДСК-500, к строительству которого мы приступаем в следующем году, как раз нацелен на то, что там должна сформироваться такая испытательная инфраструктура. И сегодня уже с рядом компаний мы проговорили, о какие бы из проектов они видели, как локализованные им на территории нашего региона. Поэтому это очень важный, серьезный разговор. Многое уже сделано. Самое главное, собрана информация и есть понимание этого рынка сегодня. Поэтому остается собрать консолидированный спрос от участников рынка на эти испытания. И тогда, я уверен, что возникнут те полигоны, которые сегодня необходимы, критически важны для страны. Критически важны, необходимы. То есть испытываете есть что? Новое оборудование. Вот если мы говорим про импортозамещение и брать во внимание именно наши тюменские компании. Мы как уверенно двигаемся в этом направлении? Производим? Да. Опять же, год назад были сделаны важные заявления о реализации некоторых проектов. И уже здесь, на площадке, на ТНФ-экспо, можно прийти и увидеть такие проекты, как, например, новый верхний привод для буровой. Это один из основных элементов, который именно осваивает этот крутящий момент и позволяет бурить. И как раз компания Кинера, наш тюменский производитель, показал уже буквально за полтора года этот результат. И мы, как правительство, оказали необходимую меру поддержки. Мы выделили средства на разработку этого опытного образца. Он прошел уже испытания в двух нефтегазовых компаниях. Его можно прямо увидеть воочию здесь, на выставке, на уличной экспозиции. Такие же примеры есть и во внутренней экспозиции, где мы говорим о роторно-управляемых установках. Тоже критически важная номенклатура для добычи сегодня в условиях труднодоступных залежей. Поэтому, конечно, это приятно, что это уже не единичный пример. Это конкретный пример. И создается уже некая конкуренция среди российских компаний, где они показывают результат не просто импортозамещения, а даже где-то импортоопережения. Это, естественно, нормальный процесс. В процессе разработки новые технологии позволяют применить новые подходы. И вот как раз эти новые подходы мы ярко уже видим. Ну и наши заказчики, наши нефтегазовые компании, они сами являются очень крупными разработчиками, например, IT-продуктов. И вот на одном из стендов компании «Роснефть» очень натурно и явно красиво показано, каким образом минимизируется процесс обводнения скважины, когда позволяют увеличить приток нефти. И это как раз российское и программное оборудование, и само оборудование для добычи тоже российское. Ну и вот мы видим, что это консолидация отрасли, которая происходит благодаря и промышленно-энергетическому форуму, и тем технологическим дням, которые проходят сейчас, в данный момент, вот сегодня это как раз технологический день, они приносят явные результаты. На полях форума также обсуждают и внедрение искусственного интеллекта в топливно-энергетический комплекс. С этим вот как обстоят дела? Успешно? На самом деле ТЭК – это такой большой заказчик для большого количества отраслей. И искусственный интеллект и IT – это вообще отдельный трек, который мощно развивается. У компаний большие свои ресурсы, и они, конечно, подтягивают сюда и профессиональные компании. И вот есть отдельный стенд, компания Positive Technologies – это один из крупнейших производителей. В общем, все, что связано с безопасностью, кибербезопасность. И здесь как раз показаны стенды, где условно ведет кибератака, и коллеги производят защиту от этих атак. И, конечно, искусственный интеллект помогает сегодня ускорить многие процессы. И это мы видим на каждом третьем-четвертом стенде, где связано с IT, именно искусственный интеллект активно внедряется. Андрей Вадимович, и последний вопрос в целом, если говорить про форум. Насколько он действительно важен? Насколько действительно важные вопросы и задачи решаются на полях форума, если брать во внимание то, что он традиционный и проводится каждый год? Ну, действительно, форум уже стал федеральным. И это значит, что здесь приезжает большое количество регионов. В этом году более 60 регионов участвуют. Это компании, это научные институты, это конструкторские бюро, все те, кто принимают участие в этой цепочке построения нового продукта. Конечно, это важно для страны иметь такой вот... Ну, у каждого региона есть своя сильная составляющая. Это наш профиль. Мы на нем специализируемся уже много десятков лет, еще в советское время. И поэтому, конечно, все, кто сюда приезжают, ну, во-первых, у каждого здесь подразделения есть свои какие-то офисы, свои задачи. И такая вот возможность собраться и 4 дня посвятить разным направлениям, начиная от того, что работа с молодежью, HR-саммит, как работать с кадрами, технологические дни, закупочные сессии, ТНФ-экспо как выставка. И, конечно, стратегический день, завтрашний стратегический день, когда приедут два министра, министр энергетики, и министр промышленности. И все, что будет происходить в этот день, определяет большие цели и задачи на следующий текущий год. Конечно, там взгляд более стратегический, но мы понимаем, что есть задачи, которые нужно решить в течение вот этого нашего года, промышленно-экорритического форума. И все, что делает наш нефтегазовый классер, приносит результаты не только для участников из региона, но и для того, чтобы мы работаем в интересах всей страны. Спасибо большое за разговор и желаю всем участникам форума, чтобы он принес им те результаты, за которыми они сюда пришли. Спасибо.